МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"30 миллиардов инвестиций в Южную Якутию". Юрий Трутнев сегодня работает в Нирюнгринском районе. Энергетика у соседей в Чукотском Анадоре завершает газификацию местный ТЭЦ. Баки переполнены, жители Ленска жалуются на неубранный мусор. В эфире новости в студии Павел Танин. В ближайшие минуты расскажем о главном. Сегодня объем инвестиций в ТОР Южная Якутия составляет 30 миллиардов рублей. Об этом во время рабочей поездки в Нирюнгринский район сообщил Юрий Трутнев. По его словам, ТОР Южная Якутия реализуется существенно быстрее тех планов, которые были заложены. Также он отметил, что работы идут интенсивно, несмотря на сложные климатические условия. Напомним, территорию опережающего развития создали в конце 2016 года. Основной специализацией предприятия станет добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. К новостям соседних регионов. В Чукотском Анадоре завершают газификацию местный ТЭЦ, а на западе округа собираются запустить еще один проект. Обнадеживающие перспективы Чаунского и Билибинского районов обсудили члены регионального правительства. Подробности далее. В Зеленомысском речном порту уже привыкли считать, сколько машин стоит у пропускного пункта в очереди за грузами для Чукотки. Сегодня утром было 13. К обеду количество, если и уменьшилось, то ненамного. Место ушедших с грузами в Билибино заняли новые. Громоздить строительные материалы на машины рабочие умудряются с помощью автомобильного крана. Порт уже не первый раз в наступившем году обесточен. Вот грузы, что людям подарят свет. Правда, оперативной доставке их к месту назначения в последнее время мешает отсутствие как раз этого самого света. Тысячи тонн строительных материалов скопились в Зеленомысском порту Якутии. Из-за перебоев в энергоснабжении вытаскивать эти конструктивные элементы будущей линии электропередачи в соседний Билибинский район Чукотки приходится практически в ручном режиме. Зеленомысский речной порт проектировался и строился для снабжения развивающегося Билибинского района Чукотки. По линии электропередачи Билибина-Черске в соседний район перетекала и электроэнергия. Сейчас ток идет в обратном направлении. В 3000-м Черском есть новенькие котельные, а вот электричество поступает по ветке в 280 километров из Билибина. Обсудить в том числе и ее судьбу прибыли в Нижнеколымский район гости с Чукотки. Линия обветшала. Стоимость ремонтов многократно превышает величину выручки энергетиков. Через 2-3 года Чукотка откажется от эксплуатации этого объекта. Черскому срочно нужен энергоцентр. С другой стороны Чукотки для энергоцентра, который появится в Билибина, необходим дополнительный резервуарный парк, чтобы осуществлять транзит топлива. И на Зеленом мысе как раз есть неиспользуемая нефтебаза подходящей вместимости. Оба региона остро нуждаются в том, чтобы на границе между ними как можно скорее был достроен участок дороги в 45 километров. Тогда грузы между Билибинским районом Чукотки и Нижнеколымским районом Якутии можно будет возить не только в отдельные сезоны. Необходимо привлекать подрядные организации, будет со стороны Чукотки. Потребность есть. Ну и, соответственно, значит, будет и дополнительный объем работы для обеих сторон. Ну и, конечно, это будет транспортная доступность и стабильность. Это самое главное. Уже кулакатично. Мы, вот Билибинский район Чукотки и Нижнеколымский район Якутии, мы постоянно сотрудничали между собой. То есть, ну, в пределах наших компетенций и возможностей. Вот. А сейчас просто уже на большом, высоком уровне уже руководство и Чукотки, и Якутии уже решается, уже глобальный вопрос есть. Степан Самойлов, Александр Кузьминов, Служба информации. Владельцы Дальневосточного гектара не будут платить налоги. Только произойдет это до 2035 года. Речь идет о налоге на доходы физических лиц и страховых взносах. Об этом пишет российская газета со ссылкой на замминистра по развитию Дальнего Востока Павла Волкова. Кроме того, Минвостокразвития предлагает сделать налоговые послабления для предпринимателей, которые работают в сфере общественного питания и гостиничных услуг. Программа предоставления одного гектара земли на территории Дальнего Востока действует уже два года. За это время обладателями участков стали 35 тысяч человек. 20 минут военных песен и стихов, а гитара как аккомпанемент. В Якутске в СВФУ прошел флешмоб, посвященный годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. В акции приняли участие полторы тысячи студентов вузов. Сегодня на данной акции были студенты Инженерно-технического института, Горного института и Геолого-разведочного факультета. Около полутора тысяч человек. Целью данного мероприятия было повышение патриотизма среди студентов и сотрудников нашего университета. В стране началась апробация новых технологий проведения единого государственного экзамена. В Якутии тренировочные мероприятия проходят в шести экзаменационных пунктах. В апробации примут участие больше двухсот одиннадцатиклассников. Они выполнят работы по русскому языку. С этого года полный комплект экзаменационных материалов будут печатать непосредственно в аудитории. Это позволит повысить информационную безопасность госэкзамена, а сама печать материалов займет не более 30 секунд. В пунктах проведения экзаменов распечатывались только кимы, контрольно-измерительные материалы в аудиториях. И бланки регистрации, бланки ответов приходили уже в готовых пакетах бумажных. Теперь бумажного материала на экзаменах уже не будет. Все будет распечатываться на глазах у детей в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Подобные широкомасштабные апробации у нас еще запланированы Рособорнадзора в марте. Две апробации будут в марте месяце, далее еще в мае. Новшество появилось и в школах Ленского района. Ученики там не только завтракают, но и обедают. Двухразовое питание для учащихся района организовали с начала учебного года. Оплачивают его родители и управление образованием. Для детей из многодетных и малобеспечных семей питание бесплатное. Дети таким графиком приема пищи довольны, а вот школы пока испытывают некоторые неудобства. Подробности у наших коллег. Обед по расписанию. У поваров в буквальном смысле нет ни минуты на отдых. Каждую перемену в школе номер 4 в столовой кормят учеников. За день нужно накормить более 400 ребят, причем дважды. Мы приходим сюда полшестого утра. Конечно, времени очень много уходит. И до полседьмого вечера мы здесь. Но мы стараемся, успеваем, конечно. Так теперь в каждой школе района. Решение о двухразовом питании было принято муниципальным образованием Ленский район осенью 2017 года. Таким образом выполняются требования Санпина. Ребенок должен питаться в школе не менее двух раз. Завтрак и обед ребенка здесь обходится в 120 рублей. Исключение для ребят за льготным питанием. Для них оно бесплатное. У нас обеспечено в общей сложности 1749 детей. Это по району. Из них малоимущие 730, многодетных 803, дети-сироты, опекаемые 99, дети-инвалиды, дети с отклонениями в развитии и здоровье. Это 151 ребенок. Помимо всего прочего, у нас еще 1691 ребенок. Это за счет средств родителей. Остальные дети питаются у нас тогда, когда они посчитают нужным, то есть разово. И существует буфетное питание, которое тоже, в общем-то, дети любят. При всех плюсах в школах еще не совсем привыкли к такой интенсивной работе столовой. Но дело не в сложности меню, а в банальной нехватке мест. В целом мы с этим двухразовым питанием справляемся. Но это дается очень тяжело. Столовая маленькая. Она рассчитана где-то на 70 посадочных мест. И вместо этого мы туда вталкиваем 100 человек, 120 человек. То есть мы сидим друг к другу на голове практически. И не совсем, конечно, это комфортно. Ну а в остальном то, что качество питания улучшилось, это факт. Но и эту проблему обещают решить в ближайшее время, выделив деньги для дополнительной закупки мебели в школьные столовые. Несмотря на некоторые неудобства, для школ у детей к меню претензий нет. Мне вот нравится, а вот мальчикам особенно. Нравится тебе, что больше кормят, и потому что когда домой выходишь, уже не голодный. Мне нравится, что нас два раза кормят, потому что надо было ждать два урока, чтобы питались мы. Двухразовое питание получает 73% ребят. Условия для всех остальных детей созданы на 100%. Все сделано для того, чтобы дети, обучаясь в одну смену, после сытного обеда могли остаться для дополнительных занятий. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Не все так радужно, зато в Ленске с уборкой, если быть точнее, не убирают там мусорные баки. В социальных сетях появились кадры переполненных урн в одном из микрорайонов города. Жители жаловались на кучи невывезенного мусора. Якутская корова находится на грани исчезновения. Всего осталось чуть более 1600 особей. Из них маточное поголовье составляет 666 голов. Об этом шла речь на правительственном часе в госсобрании. Чтобы спасти породу от исчезновения, власти создают в районах генофондные питомники. Они находятся в Венобытантайском, Амгинском, Намском и Горном районах. До 2022 года стоит задача довести число маточного поголовья якутского скота до тысячи. Мы все еще находимся в угрожающем статусе. То есть у нас поголовье больше тысячи маточного нет. Вот в этом проблема. И то, что сейчас в частные подворья, в частные руки стали давать, это хорошо. Но нужно очень четко сделать этот правовой ответственность. Должна должна быть за то, чтобы эту корову содержать. Нужно вообще отдельной строкой это проводить. В целях поддержки именно тех людей, которые именно хотят заниматься этим делом. Единственное горообразие культур станет основным мотивом шоу-программы ИСХ Алан Хо в этом году. Через такую призму национальные праздники хотят представить члены режиссерской постановочной группы. Подробности у наших корреспондентов. В танцевальном зале Дворца культуры не очередная репетиция. Руководителям художественных коллективов хореограф Екатерина Павлова дает мастер-класс якутского танца. Элементы движений будут использованы в представлениях на открытии и закрытии республиканского праздника ИСХ Алан Хо. Мы стараемся им дать якутскую культуру, якутские обычаи, якутские движения. Для подготовки торжественного открытия и закрытия республиканского национального праздника ИСХ Алан Хо в Элдан прибыла режиссерско-постановочная группа, в которую вошли хореографы, музыканты, фольклористы и художники. Программа пребывания включала встречи с сотрудниками учреждений культуры, тематические лекции и мастер-классы. Плодотворной для гостей стала поездка в село Угаян и поселок Хатыстыр Белетского и Венкийского национального наслега. Собрали легенды, местные легенды, рассказали, увидели новые танцы и дали мастер-классы и поговорили насчет костюмов элленкийских и якутских. Визит режиссерско-постановочной группы оказался полезным и для гостей, и для принимающей стороны. Хозяева площадки праздника ИСХ отточили умения в ходе мастер-классов. Гости же оценили степень подготовки местных коллективов к празднику. Очень своеобразен тем, что здесь много наций живет, и поэтому этим и будет там особенным этот ИСХ. А так, ну, в других улусах делали, но там была только якутская культура показана. Охватить творческие нюансы и отработать технику до совершенства. Объем работ велик. До праздника ИСХ осталось пять месяцев, и подготовка к нему идет полным ходом. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алданский район. У меня на этом все. Оставайтесь с нами.